19 мая на территории Анжиарены состоялось официальное закрытие 23-й российской выставки племенных овец и коз, в которой приняло участие порядка 25 регионов страны. За три дня выставки гостей мероприятия ознакомили с разными видами мелкого рогатого скота, провели мастер-классы, а также организовали концертную программу. Участники, в свою очередь, оценили качество проведения данного масштабного мероприятия. Мне доводилось бывать на всех овцовоческих выставках, которые проходили в последние много лет в разных регионах. Это и Калмыка, и Астраханская область, и Ставропольский край. Но я бы сказала, что так, как нас встретили в Дагестане, не встречали нигде. Прекрасная организация, люди довольны. Это настоящий праздник для людей, которые вы подарили. Просто Дагестан подарил людям радость. Кроме того, гости выставки отметили заинтересованность и внимание представителей Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, которые также посетили мероприятия и обсудили с ведущими фермерами актуальные проблемы в области животноводства, в частности, овцеводства. Я общалась с очень многими людьми, которые находятся на выставке. И все из других регионов люди тоже отмечали, насколько хорошо здесь поставлена вся работа. То есть, людям не пришлось столкнуться с такими проблемами, например, как постановка животных в загоны. То есть, все сделано просто чудесно. Дагестанцы, дружелюбный народ, дагестанцы. Спасибо вам за все, за хороший прием. Вообще все прекрасно. В завершение данной выставки экспертная комиссия провела последний отбор лучших пород овец и коз и выбрала победителей, которые станут обладателями заветных кубков и других наград. Так, директор по производству МРС ГАП Ресурс Ростовской области Идрис Вахаев привез на выставку две породы – мелкого рогатого скота. Южная мясная и волгоградская мясная. Отметим, что обе породы стали обладателями призовых мест. Все, конечно, сюда едут за первыми местами. К сожалению, в прошлом году на волгоградской породе у нас было первое место. В этом году мы чуть-чуть проиграли. Вторые места заняли что на ремонтном молодняке, что на основной. Но зато компенсировали южной мясной, где мы заняли два золота. Ну, самый интересный, самый такой момент был, когда экспертная комиссия оценила наше животное. Стоит подчеркнуть, что масштабное мероприятие также посетили и представители администрации Каспийска во главе с Борисом Гонцовым, председатель правительства Дагестана Абдул Муслим Абдул Муслимов, представитель правительства региона, ведомств, учреждений, воспитанники учебных заведений, детских организаций, гости республики и многие другие. Завершилось мероприятие долгожданным розыгрышем баранов и других различных призов. 19.34 Субтитры сделал DimaTorzok